Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее мероприятие – это совместный проект Сахаровского центра и журнала «Историческая экспертиза». И я хочу выразить благодарность и Сахаровскому центру, и лично присутствующей здесь Вере Рыклиной за то, что они нам предоставили свою, не побоюсь этого слова, культовую площадку. И за то, что они нашли финансовые возможности для того, чтобы наш коллега Иван Курила приехал из Петербурга и принял участие в нашем круглом столе. Работать мы будем следующим образом. Вначале я расскажу немножко о нашем госте, замечательном профессоре Джеймсе Верче. Потом чуть-чуть побольше расскажу о его идее, о его концепции нарративного шаблона, который, я считаю, очень важный, и она имеет не только академическое, но и должна получить, она еще не получила, но должна получить прикладное значение. Потом расскажу о предыстории этого нашего круглого стола, потому что он имеет предысторию. Она, кстати, лежит вот там вот сзади вас, потом можно будет взять, кому это интересно во втором номере. Джеймс Верч является профессором департамента антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Потому что в Америке несколько вашингтонских университетов, вот этот университет находится в городе Сент-Луисе. Это небольшой город, но этот университет является одним из ведущих не только в Америке, но и в мире. Я посмотрел, в одних рейтингах он занимает 30-ю позицию, в мировых рейтингах 30-ю позицию, в других 38-ю. Джеймс Верч по профессии, по занятиям психолог. Он очень много работал над наследием нашего великого соотечественника Льва Семеновича Выгодского. Написал много работ о нем и участвовал в переводе трудов Выгодского. Это очень важно. Почему? Потому что в силу того, что русский язык достаточно изолирован от европейских языков и графикой, и своим словарным составом, ты можешь быть каким угодно гением в России, но если тебя не перевели на английский, например, то никто про твою гениальность не узнает. Благодаря Джеймсу Верчу во многом, мировая наука узнала, что есть такой гениальный психолог Выгодский, и в Америке он является сейчас одним из наиболее цитируемых. И если говорить о тех русских именах, то он цитируется наравне с Бахтиным, с Пропом и с Лотманом. Вторым большим занятием профессора Верча является коллективная память. Это направление возникло примерно 40 лет назад, и с тех пор оно продолжает набирать обороты. Мы уже не можем говорить, что это мода. Это не мода, это важное направление, которое отражает какие-то еще нами до конца неосознанные повороты в общественном сознании. Почему все вдруг стали заниматься памятью, причем память это междисциплинарное направление. Вот даже здесь у нас сидит психолог, доктор социологических наук, доктор исторических наук, и сейчас должен еще подойти доктор философских наук. То есть вот эта тема привлекает ученых разных профессий. И поскольку там встречаются разные люди, то идут напряженные дискуссии, идет поиск общего языка. И одна из таких наиболее значимых проблем, ее можно так иронически сравнить, помните, в советское время основной вопрос философии. Есть основной вопрос памяти, и он заключается в чем? Что одна часть ученых считает, что память существует только в индивидуальной форме. То есть что она локализована в физиологии нашего головного мозга, в общем, она там находится, и все. Никакой коллективной памяти нет. Что коллективная память – это метафора. Метафора, которая, в общем, ничего за собой не несет. И тем, кто утверждает, что коллективная память все-таки есть, они, эти вот индивидуалисты, они с некоторым такой риторическим задором говорят, а вы покажите, где это, в чем она заключается, эта коллективная память. Вот, и я хочу сказать, что профессор Верч нашел достойный ответ на этот вопрос, и он показал, что такое коллективная память, как она соотносится с индивидуальной памятью, и как коллективная память взаимодействует. Он использовал при этом идею выгодского опосредования, потому что, ну, такое наивное представление о памяти, говорят, ну, вот я вижу, я был свидетелем каких-то событий, они у меня напрямую там зашли в мою, как бы, там, куда-то в мозг непонятно куда, и потом я их в произвольном порядке извлекаю и вспоминаю. Профессор Верч говорит, что это совсем не так, что память к нам приходит опосредованно, а вот Выгодский говорил, что такое опосредование, это что человек своей деятельности, что деятельность человека опосредована знаками языка, то есть, что он не когтями там и зубами взаимодействует с реальностью, а через знаки языка. И в случае памяти вот таким знаком опосредования является коллективный нарратив. Этот нарратив попадает в сознание через воспитание родителей, через воспитание в школе, и в наше время все больше и больше роль играют средства массовой информации, как, в общем, основной такой источник формирования этого коллективного нарратива. И мы можем сказать, что индивидуальная память, такая метафора в данном случае я применяю, это такой шашлык, который состоит из кусочков мяса и состоит из шампура. Вот, значит, эти наши индивидуальные впечатления, это кусочки мяса разрозненные, да, а коллективная память, коллективный нарратив, это вот этот шампур, который структурирует, он их располагает же еще в определенном порядке, там кусочек постный, кусочек жира, а плохие кусочки мы вообще там жилистые выбрасываем, да, то есть он проводит такую работу, структурирует его. Точно так же вот это опосредование коллективного нарратива структурирует индивидуальный нарратив. И я приведу пример конкретный, чтобы было более это понятно. Когда Лев Толстой написал свой роман знаменитый «Война и мир», то ветераны войны, еще были же его ветераны, они ему говорили, Лев Николаевич, вы знаете, вот вы не так описываете, вот я помню, что Бородинская битва происходила вот так-то, так-то и так-то. И Лев Толстой им возражал, он говорит, а теперь давайте разберемся, что вы помните, вы были молодым офицером, вы стояли в строю, линия фронта растянулась на несколько километров, кругом был пушечный дым, клубы пыли, вы видели только вот на ближайшем расстоянии от себя, вы не видели цельной картины этой битвы. Вам видели, как упал ваш друг, увидели, как вы побежали в атаку, увидели, как вы столкнулись там с французом в штыковом бою. И все, то есть это несколько разрозненных эпизодов, из которых нельзя составить цельную картину Бородинского сражения. А о Бородинском сражении вы составили впечатление после того, как была выпущена официальная реляция, после больших битв всегда выходила реляция, где вот описывалась эта битва, как она происходила. И сейчас то, что вы считаете, что вы помните, вы мне рассказываете вот эту реляцию, ну да, в ней нанизаны некоторые кусочки ваших личных воспоминаний. И те, кто занимаются устной историей и вообще памятью, они говорят, что это серьезная проблема, что очень тяжело отделить, когда человек рассказывает, что он видел своими глазами, и от того, что, в общем, так сказать, вот этого опосредования, вот этого коллективного нарратива. Эта проблема существует. То есть индивидуальная память, она всегда опосредована коллективной. Но между ними происходит взаимодействие. То есть не только коллективное влияет на индивидуальную. В некоторых случаях и индивидуальное может повлиять на коллективную. Опять же, если возьмем роман Льва Толстого, когда он его писал, это был его индивидуальный нарратив. Но когда роман вышел и стал очень популярным, он стал коллективным нарративом. И сейчас историки жалуются, что мы вводим в оборот огромное количество архивных документов, которые говорят, что нет, все-таки было не так, как Толстой. А в русской памяти война 12-го года все равно воспринимается по вот этому коллективному нарративу Толстого. То есть тут как бы процесс диалогический, и вот профессор Верч ссылается на Бахтина в данном случае. То есть это вот диалог идет индивидуального и коллективного нарратива. Но профессор Верч идет еще глубже от вот этих коллективных, как он их называет, специфические нарративы. Вот нарратив, допустим, война 12-го года, нарратив Великой Отечественной войны и прочих событий, что под ними есть еще более глубокий слой, который он называет схематический нарративный шаблон. Схематический нарративный шаблон. Вот это его и название его, и идея, я считаю, что я не встречал. Это его идея. Он говорит, что у разных национальных сообществ есть свой вот этот схематический, ну их может быть несколько, но как бы вот этот схематический нарративный шаблон, он определяет реакции людей не только на прошлое. То есть это очень важно, не только на прошлое, а и на политические события современности. И вот он говорит, что русский нарративный шаблон, он звучит так, изгнание чужеземного врага. То есть если в случае с Наполеоном, в случае с Гитлером, в общем тут схема с фактами соотносится, да, то есть было вторжение, было изгнание. Но в том и опасность вот этих нарративных шаблонов, что они работают на автомате, то есть без долгих размышлений. И во многих ситуациях этот шаблон применяется даже тогда, когда факты этой схеме противоречат. Вот тут сидят люди и советского времени, они все прекрасно помнят, что когда советские войска вторгались в Чехословакию в 68 году, когда они вторгались в Афганистан в 79 году, то как бы не совсем официально, это было полуофициально в виде выступлений замполитов, секретарей парторганизаций, там лекторы общества знания. То есть как бы это в КГБ было так как придумано, что когда это говорится так доверительно, то это лучше усваивается, а не когда через газету или через телевизор. Вот эти вояки наши, я помню, в армии, они так говорили, если бы наши войска в 79 году не вошли в Афганистан, в 68 году не вошли бы в Чехословакию, через два часа там были бы американцы. То есть в данном случае, вопреки фактам, вот этот нарративный, схематический нарративный шаблон работает, работает и влияет на политику, и в данном случае он опасно влияет на политику, потому что мы получаем искаженную картину благодаря действию этого нарратива. И профессор Верч, вот я еще раз повторю его мысль, я с ним согласен абсолютно, что вот эта идея нарративных шаблонов не должна быть, она не является только академической. Если бы русские политики и американские политики знали бы, что существует схематический нарративный шаблон русский, схематический нарративный шаблон американский, когда одно и то же событие люди воспринимают совершенно по-разному, они бы это могли учитывать в своей политике, и может быть отношения между Россией и США были бы на несколько градусов, так сказать, более теплыми, а не горячими. Да, вот. И о предыстории вот этого нашего сегодня круглого стола, когда я познакомился с идеями профессора Верча, я могу тут прямо по Ленину сказать, он весь меня перепахал. Вот я ему написал, предложил перевести одну из его статей на, перевести одну из его статей и напубликовать в нашем журнале, он любезно согласился. И потом мы еще сделали с ним интервью, чтобы наши читатели знали о его академической биографии, а после этого он попросил, нельзя ли организовать дискуссию, потому что вот ему важно, чтобы это ушло из академии как-то вот в СМИ там и ближе, в общем, к практике. И мы организовали такую дискуссию, там больше 10 человек участия, так сказать, принимали в ней, вот присутствие здесь, значит, Елена Юрьевна Рождественская и Иван Иванович Курила, они, значит, как раз в этой дискуссии принимали участие, вот Ольга Малинова, которую мы ждем, она тоже принимала. И там, в общем, была интересная, то есть для меня она была неожиданная реакция, и для профессора Вёрча, я понимаю, она тоже была неожиданная, что, во-первых, часть коллег отказались участвовать, причем по противоположным мотивам. Одни сказали, что это русофобия, причем, понимаете, вот когда говорят русофобия от человека, который занимается пропагандой русской культуры, да, это, конечно, схарактеризует автора высказывания, так сказать. Вот, а другие сказали, что это пропутинская статья, значит, и, значит, они тоже не будут принимать участие. Но из тех, кто принимали, там, конечно, много критических было замечаний, но была даже вот такая какая-то, ну, я не знаю, как сказать, обида, наверное, можно так сказать. Один из авторов назвал ее так, свой отлик он назвал «Антропология в пробковом шлеме». И идея была какая, что, понимаете, вот он к нам приходит, хочет сказать, что мы рациональный Запад, а вы туземцы, вы еще вот на уровне каких-то там дорациональных шаблонов мыслите, и сейчас я вас как насекомых, так сказать, там классифицирую, так сказать, и выведу. То есть вот такой был посыл в статье. Профессор Верч все эти отклики прочитал, и он ответил своим критикам и сказал, что да, наверное, я тут допустил ошибку такую бахтинианскую, не учел адрес высказывания, потому что я свою статью писал, конечно же, для западного читателя, а для русского, наверное, надо было говорить не только о русском нарративе, но и об американском. И вот можно сказать, что сейчас профессор Верч хочет, так сказать, исправить свою тактическую ошибку и рассказать нам, как одно событие, Хиросима, воспринимается через призму двух схематических нарративных шаблонов, через призму русского и американского, причем об американском шаблоне профессор Верч будет говорить гораздо больше сегодня, чем об русском. Да, спасибо вам, слово. Спасибо большое. Гораздо лучше мне читал доклад уже, спасибо. Точнее, по-моему, чем я могу. Дело в том, что уже давно, когда я говорю по-русски, поэтому, извините, но я попробую сегодня читать лекции, читать доклад, но потом будут вопросы и так далее. Спасибо за introduction. В 1970-х годах я несколько раз приезжал в Москву для занятий психологией, лингвистикой и философией. Это было прекрасное время для пребывания американцев в вашей стране. Риторика холодной войны никак не влияла на теплый прием, который я встречал в домах русских коллег. Не без иронии вспоминаю, что в сравнении с большинством стран СССР был тем местом, где можно было стать популярным, не вопреки, а лишь потому, что ты американец тогда. Мое пребывание в Москве сопровождалось многочисленными дискуссиями с людьми, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Мы часто заметили, что по многим вопросам наши взгляды близки, удивлялись, когда сталкивались с проблемой, по которым наши мнения принципиально расходились. Одним из таких случаев была беседа с моим другом Витя в 1976 году. Между нами состоялся следующий диалог. Можете видеть здесь, чтобы быстрее читать, чем я могу читать. Но в конце концов, видите, что мы просто... Мне было почти невозможно думать, что он так думал, и для него тоже. Он просто был удивлен, что я могу так думать, что случилось с Хиросимой. До той беседы я никогда не встречался с Витиной версией этой события. У меня не было причин усомниться в истинности в моей представлении, и не было даже мысли, что существует альтернативная версия. Но и Витя также был уверен в своей правоте. В результате мы оказались в так называемом немонеческом тупике. Каждый из нас был... Каждый из нас был удивлен, убежден, что истина только не его версия, и никто из нас не был готов изменить свое мнение, столкнувшись с противоречащими и извитетовствами. Много лет спустя я понял, что в этом конфликте мои извития представляли не наши личные точки зрения, а выражения взглядов русского и американского сообщества в памяти. Позже я узнал, что точка зрения русской национальной памяти по поводу решения Трумена нашла поддержку в западные исследователи. Один из них, Гар Апарович, который в 1965 году выступил в книге «Атомная дипломатия», считает, что одной из причин использования на атомной бомбе стало стремлением предостеречь Сталина от послевоенной экспансии в Европе и в Азии. Позиция Апаровича является частью дискуссию, которая началась сразу после 1945 года. В 1950 году адмирал Уильям Личи, один из наиболее влиятельных военных военных во время Второй мировой войны, заявил, «Я считаю, что использование варварского оружия в Хиросиме и Нагасаке никак не помогло победить Японию. Японцы к тому моменту уже проиграли и были готовы сдаться». Несмотря на эти контраргументы, стандартная американская версия события практически не изменилась. В ней по-прежнему утверждается, что Трумэн стремился принудить Японию капитуляции, и это до сих пор работает, что присутствует ее пересмотру. Существует несколько причин, по-моему. Прежде всего, мы убеждены, что наша точка зрения основана на истине. Когда мы обсуждаем взгляды или поведение, мы можем соглашаться, либо не соглашаться. Но когда мы говорим о прошлом, то и заявляем следующее. Это не мое мнение, так было на самом деле. Когда мы слышим это от других, то объясняем себе, что они никогда муи, но они не знают правды, потому что не имеют доступ к верной информации в школе или в прессе. Или же мы можем сказать, что им промили мозги, после чего дискуссия заканчивается. Когда я спрашивал американских студентов, почему они верят официальной версии Херосимы, несмотря на данные исторических исследований и противоположные точки зрения русских, они часто отвечали, что просто повторяют то, чему их учили в школе. Но это вызывает следующие вопросы, например, каким образом, каким образом возник тот рассказ, который мы учат в школе. Почему мы, американцы, почему мы, американские школьные учебники, продолжаем игнорировать, игнорировать другие точки зрения этого события. В действительности разница между русским и американскими рассказами основана на чем-то более глубоком и обобщающем. Возникает вопрос, почему мы в США так привержены нашей точки зрения, вопреки всем контраргументам и фактам. Мы просто недостаточно образования или женам промыли мозги. Отвечая на этот вопрос, вопрос, необходимо рассмотреть национальные нарративы, которые гораздо шире конкретных тем, которые рассматриваются на их основе. В этом смысле нарративы являются инструментами культуры или инструментами познания, на основе которой формируются наши понимания прошлого. Можно сказать, что они говорят нам, когда мы рассуждаем о прошлом. Мы создаем эти инструменты самостоятельно. Напротив, это готовая технология, так сказать, которая дала нам распродяжение культурными, институционными и историческими обстоятельствами нашей жизни. В связи с этим возникают вопросы, вопросы о природе национальных нарративов. Каким образом они формируются и как они влияют на наши представления о прошлом. Рассмотрение этих вопросов часто приводит нас к проблеме использования национальных нарративов в политические дискурсы. для США наиболее ярким примером являются знаменитые обращения к нации Раулд Рейган 1989 года. Чтобы наполнить оптимизм в своем послании к американской аудитории, он использовал нарратив «Сияющий град на холме». Этот нарратив занял настолько важное место в его речи, что мы можем назвать Рейган соавтором этого нарратива, который широко использовался в политическом практике. Нарратив «Града на холме» возникал в обращении видней политической фигуры от Джона Кеннеди до Джорджа Буша-младшего и Барака Обама с целью привлечь аудиторию к обсуждению проблем Америки. Это не единственный американский нарратив, но обращение к нему широчайшего круга ораторов показывает, насколько важный роль он играет в национальной политической культуре. Рейган знал, что его речь получит положительный отклик оратории. И зачем был основан этот разуменанс? Я считаю, что ответом служит понимание национальной нарративы как привычки предрасследования мышления. Эти привычки являются силоватывающими и чрезвычайными гибкими, но вместо с тем они надежно связывают общество в единое целое и тем самым порождают его отличия от других обществ. Рассматриваемый нарратив градно-хомера берет начало 1060-30 году проповеды пуритан Джон Уинтроп. В влиянии этого нарратива определяется не его подпросождением а тем, что наши схемы знания и привычки мышления придают различным событиям смысл в соответствии с нарративным шаблоном град на холме. Этот нарратив шаблон предлагает сюжетную схему избавления от преследования и обретения свободы и объявляет освобождение универсальным человеческим стремлением, что делает Америку маяком для всего человечества. Социализация в американском обществе подразумевает овладение этим нарративным шаблоном через постоянное его воспроизведение при повествовании о различных событиях в процессе школьного обучения, в прессе, в речи политиков и последних разговоров. Недавнее исследование нового бессознатного в рамках когнитивных наук предлагает полезные наблюдения по поводу того, как его происходит. В эти исследования рассматривается множество решений, которые мы ежедневно принимаем, не обращаясь к работе со знанием. По словам Малком Гладуэл, это те решения, которые принимаются вновь ока, или, как пишет Лаура Нобеллской премии психолог Данил Канеман, решения основаны на быстром мышлении. Эта форма бессознатного отличает перестроенствоваться и самоуверенности. Многие исследователи считают, что большая часть нашего мышления протекает именно на этом уровне. С этой точки зрения многие наши решения принимаются так быстро, что мы даже не знаем, почему и приняли. Например, встречая нового человека, мы обычно формируем свое представление, но без каких-либо представителей размышлений. Это почти так же, как наше тело во многих случаях принимает решения раньше, чем оно достигает нашего сознания. Эволюционная психология объясняет этот феномен тем, что на протяжении тысячелетий человек должен был делать мгновенные выводы о том, с кем другом или врагом он встречался. В ательном прошлом жизненно важнее решение, надо ли бежать или сражаться с грозным животным или человеком, было необходимо принимать мгновенно промедленное промедленное, но могло привести к смерти. Большинство случаев интуитивные прыжки быстрого мышления при принятии решений позволяют достаточно успешно решать последневные проблемы. На родном случае он ведет к смертельно опасным ложным решениям. многочисленные исследования в области когнитивной психологии показывают, что когда мы опираемся на быстрое мышление, мы в своих выводах почти не используем логическое мышление, даже имея его под рукой. Процесс обычно используемый нами быстрое мышление контрастирует с тем, что Каннемен назвал медленное мышление, которое привлекает рациональные и трудоемкие рассуждения, опирающиеся на логику объективные свидетельства и учитывающие альтернативные точки зрения. Кроме этого, медленное мышление может контролировать быстрое мышление, помогая избежать некорректных заключений. Вместо с тем, исследователи отмечают, что медленное мышление это лентай, поэтому повседневная жизнь, его контроль над работой быстрого мышления осуществляется лишь в исключительных случаях. Возвращаясь к быстрому мышлению, необходимо сказать, что оно стремится опираться на неполную информацию, которая подтверждает уже существующие склады, то, что именуется изначальным убеждением. Вместо того, чтобы приложить усилия для рассмотрения альтернативных свидетельств, и гипотез наше сознание, несознание обращается к информации, которая согласуется с нами, с нашими складами, и принижает значение либо попросту, игнорирует противоположные свидетельства. Быстрое мышление часто не только уверенно, но самоуверенно своих выводов, и это может породить проблемы, учитывая, насколько пристранство часто бывает свидетельство, лежащее в основе этих выводов. Американские ментальные привычки, основанные на нарративном шаблоне города на холме, соответствуют всем характеристикам быстрого мышления. Слушая выступления вроде речи Рейгана, американская аудитория делает негативные выводы на основе общепринятий привычек мышления и действует соответствовать с этим выводом, даже не догадываясь из каких подпосылок они возникли. Подобные решения обладают высокой степенью доверия и порождают сильные эмоции. Рейган знал, что он может опреться на эти нарративные привычки, что они помогут ему направить американскую аудиторию согласно с тем сгладом, который он хотел сделать общими для всего сообщества. Необходимо отметить, что эта речь не могла бы вызвать той же реакции не только в китайский и русский, но даже французский или британский аудитории, чьи реакции над нее могли бы сильно различать между собой. Даже если бы они знали больше, американские Винтероп и Пуретанах, маловероятно, что слова Рейгана подействовали на них так же, как они подействовали на американцев. На самом деле, другие национальные сообщества могли весьма негативно среагировать на заявление, что Америка это град на холме и усмотреть в нем необоснованное утверждение американской исключительности и более этого оправдания американского вмешательства во внутренний дел других стран. Наративные привычки незаметны до тех пор, пока два нации не вступают в взаимные контакты или конфликты. Так же, как многие американцы заявляют, что они не понимали, в какой мир они являются американцем, пока не встретили людей из других стран, мы часто осознаем, как сильно наш национальный нарратив влияет на нас, пока он не сталкивается с нарративом в другом нации. Мое столкновение с Витей как раз было таким случаем. Вместо того, чтобы опираться на рациональные рассуждения, основания на объективные свидетельства и учитывающие альтернативные точки зрения, мое безознательное опираясь на нарративный шаблон кратнохомия. В результате чего я немедленно и самоуверенно решил, что события не происходили так, как их описал Витя, потому что они не могли происходить таким образом. Американский президент не мог принести в жертву более сто тысяч японцев только для того, чтобы влиять на Сталина. это не вписывалось в мой образ Америки, который является маяком для всего человечества. Какие выводы мы можем сделать из всего этого, если не хотим скатиться без посветного пессимизма? Прежде всего, мы должны понять, с чем мы столкнулись. Следовательно, нам необходимо оценить, в какой мере мы подвержены безознательному быстрому мышлению, которое управляет нашими привычками мышления, основанной на нарративных шаблонах. Огромное число данное свидетельство, что большинство наших решений принимается чрезвычайной самоуверенности и мгновенно ока, больше и опираясь на наши предубеждения, чем информация. Вместе с тем, мы должны помнить, что способны рассуждать при принятии решений и что медленно мышление является противоядным против негативной тенденции быстрого мышления. Могут ли по зрению когнитивной наук смягчить опасности быстрого мышления в рамках национальной нарратива? У нас есть некоторые основания для оптимизма по этому вопросу, который темно менее следует умереть в связи с тем, что мы знаем из истории человеческого сознания и воли. еще 2500 лет назад Платон в своем диалоге Федор наметал, что схожее в борьбе быстрого и медленно мышления. В его аллегории возничивая в человеческой душе возничий пары коней. Один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а второй совсем иной и от ини коней рожден. Первый кон воплощает рациональное мышление, а второе ирациональное устремление. Можно много говорить об аллегории Платона и современной когнитивной науке, но в данном случае речь идет о многовековой борьбе быстрого и медленного мышления и нет основания считать, что сегодня мы сможем легко решить эту проблему. Лучший и, возможно, единственный способ обращения недостатками общеприятных национальных нарративов требует совместных усилий оснований на нескольких инструментах. Прежде всего, необходимо оценить силу быстрого мышления и ограниченность противодействующей ему медленного мышления. Необходимо отметить, что различные быстрые и медленные мышления в чем-то схожи с разницей между памятью и историей, которая была намечена еще в ранних работ Морриса Халбокса о коллективной памяти. В отличие от памяти, историки стремятся представить рациональный и объективный отчет о прошлом, принимая в расчет альтернативные мнения, как бы некомфортно они были представители той или другой нации. Поэтому историческая наука может нести существованный вклад. Однако подобные благие намерения часто бессильно без помощи другого инструмента, а именно чувство умиренности или даже смирения. Призыв к смирению означает приглашение к тому, чтобы хоть иногда соглашаться с героем американских мультфильмов, именно Пога, который однажды воскликнул «Мы встретились с врагом, и этот враг мы сами». Это призыв обращен к нам всем. Стоит признать, что нам избежать жизни в мире конкурирующих повествования в различные нации. Эти рассказы важны для укрепления национальных сообществ и их стремления достичь своей цели. Но вместо тем они могут привести к опасным конфликтам между нациями. чтобы этого не случилось, мы должны добавить немного смирения к нашим слишком самоуверенным заключениям по поводу того, почему мы и другие думаем и действуем именно тем и не иным образом. Спасибо. спасибо. А сейчас будут выступать наши замечательные дискутанты, которые уже принимали участие в дискуссии, которая опубликована в номере втором нашего журнала. Первое слово предоставляется Элене Юрьевне Рождественской, доктору социологических наук, профессору высшей школы экономики. Спасибо большое. Рада всех видеть в этом зале, особенно студентов нашей магистрской программы высшей школы экономики. Я рада, что столь разнопоколенная аудитория и поэтому разговор о том, что такое историческая память, коллективная память, нарративные шаблоны и вот те очень интересные исторические сравнения, относящиеся к истории отечественной и зарубежной, это все нас объединяет на самом деле, потому что мы все через эти разговоры присваиваем толику этой истории и, соответственно, включается, очевидно, не быстрая, а уже, наверное, быстрая, медленная память. Но все-таки построить кусочек своего выступления по логике, с чем я могла бы солидаризироваться в выступлении нашего гостя и что все-таки мне кажется здесь достаточно спорным. Социология и нарратология, они достаточно близко соседствуют с сегодняшним материалом и надо сказать, что переход этих междисциплинарных полей, а мы здесь сидим и политологи, и антропологи, историки и, соответственно, социологи и психологи, то, соответственно, переходя на другое междисциплинарное поле, мы, безусловно, берем во внимание эту оптику, но мы не забываем о своей собственной. Поэтому сам термин «нарративные шаблоны» он вполне узнаваем, потому что он конвертируется в то, что и социологам знакомо. Мы все сочиняем истории не просто из любви к этому жанру, мы таким образом пытаемся осознать тот опыт, который мы пережили. И чаще всего, коль скоро речь идет об истории, эти опыты переживаем не мы индивидуально, а целыми группами, если не поколениями. Поэтому осознать, что значит этот опыт для нас, мы можем только в том случае, если мы облекаем этот опыт в историю. И, соответственно, из этого пережитого нам нужно отобрать определенного рода события, и таким образом мы разрываем этот поток непрерывного, повседневного, исторического. Отбирая эти события, мы придаем им статус таковых и, соответственно, наделяем их смыслом, который вырабатываем не индивидуально. Это не наше личное достижение, это достижение той социальной группы, к которой мы принадлежим, потому что затем этот нарратив мы отпускаем в свободное плавание. Именно в коммуникации внутри нашей группы, обмениваясь этими нарративами, эти смыслы приобретают характер нарративных шаблонов или тех как бы паттернов отношения к реальности, которые помогают нам понять, ну и что же с нами такого случилось. И вот эти две очень важные процедуры, с одной стороны, мы осуществляем когнитивную процедуру выделения этого события из пережитого, а с другой стороны, мы осуществляем очень важную функцию герминофтического наделения смыслом этого прожитого. И поэтому, конечно, этот смысл, который мы разделили с нашей группой, он приобретет характер такого уже почти отчужденного от нас продукта, потому что мы лишь частично узнаем в этой коллективной истории кусочек нашей собственной истории. Поэтому коллективная память, историческая память, они всегда, в общем-то говоря, достаточно, это достаточно эгоистичный феномен, он отбирает индивидуальное, присваивает его себе, но награждает только тем, в итоге смыслом, который будет устраивать всю социальную группу или общество, если мы поднимемся на ступеньку повыше. Поэтому в этом смысле это узнаваемый для социологов инструмент познания, особенно если мы, безусловно, будем включать различия между той индивидуальной памятью, индивидуальным пережитым и пережитым всем обществом. И между ними есть масса промежуточных инстанций, на которых этот нарратив может быть либо целиком потерян, потому что социальная группа окажется маргинальной. Ну, например, в какое-то время были маргинальные истории о Холокосте, о них вообще молчали до 50-х годов, или истории о старбитерах в российском обществе, да и сегодня о них не особенно-то сильно и говорят. И поэтому некоторые группы так и не услышат своего голоса в этом общем шаблоне, нарративе, но услышат, очевидно, тот и увидят тот нарратив, который объединит всех. И в этом и беда, и счастье этого нарратива. И в этом смысле я даже готова высказать позицию, по-прежнему я ее разделяю, о том, что вопрос о ложности или истинности этого нарративного шаблона, он контрпродуктивен. Почему? Да потому что он функционален. Коль скоро снизу выращен некий нарратив, разделяющий и объединяющий различные социальные группы, то пока он функционален, пока его подхватит кто-то в публичной речи в федеральном собрании, то он до такой степени будет работать. И в этом смысле вопрос, единственный ли он, это вот уже как раз тот момент, в котором я бы хотела бы оспорить позицию Верчи, потому что он предложил нам как бы наше зеркало, вот тот нарратив, который говорит о том, что изгнание чужого врага это наш тотальный шаблон. И да, и нет, как говорят немцы, и яин, и да, и нет. Я могла бы подкрепить это мнение тем, что известный российский социолог Лев Гудков, глава сегодняшнего Овциома, наследник Левады, выпустил в свое время очень важную книжку, построенную на длинных рядах данных. То есть это осмысленные тренды за несколько десятилетий. И назвал эту книгу «Немного, немало» негативной идентичностью. То есть он нам предложил такое зеркало, в котором узнаваемым шаблоном вот этим вот очень важным, таким вот важной эссенцией этой коллективной идентичности является негативной идентичностью, для которой, естественно, нужен внешний враг. И в этом смысле это работающий шаблон. Но, очевидно, помимо этого единственного шаблона существуют и другие, на которые мы пока не смотрим, потому что мы не озираемся и их не ищем. Может быть, существует и другой объединяющий на этом же этаже нарратив, например, имперский нарратив «Собирателя земель». Помните, таким награждали исторических российских деятелей, безусловно, высокого элитного статуса, таким образом подчеркивая некую позитивную коннотацию того нарратива, который может нас объединить. Но вопрос в том, откуда могут появиться альтернативные шаблоны и можем ли мы как бы расшатать вот эту монолитность одного, власти одного тотального нарратива, который позволил бы нам смотреть на собственную идентичность коллективную другими глазами. Но для этого нужна публичная дискуссия. Для этого должны быть между так называемыми низовыми социальными группами, продуцентами коллективной памяти и высшими слоями должна быть еще и промежуточная лестница иерархии, в которых эти дискуссии могли бы быть предложены. То есть таким образом делиберативная дискуссия зиждется на том, что вообще-то говоря каждая социальная группа является производителем собственного нарратива. И у каждого нарратива должен быть шанс быть услышанным. Но вот с этим как раз и проблемы, потому что в странах, в которых существует запрос на сильную коллективную идентичность, обычно и утверждается запрос на государственную патерналистскую власть и на власть мононарратива. Но там, где слабый запрос на коллективную идентичность, где напротив сильные социальные институты и гражданские общества, вот в этой ситуации как раз и звучит многообразие шаблонов. И эти шаблоны безусловно функциональны до той степени, до той поры, пока они обслуживают коллективной идентичности отдельных социальных групп. Иван Иванович Иван Иванович говорить об американском нарративе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за приглашение и спасибо Сахаровскому центру за возможность приехать. Каждый из нас, действительно, слушая и читая текст профессора Верча и слушая то, что уже было сказано, наверное, пытался встроить эти идеи в ту исследовательскую рамку, в ту рамку методологическую, с которой работают. И, конечно, она у нас по определению разная, это уже прозвучало. Я не совсем согласен с того, что во вступительной речи говорил Сергей Фараимович, мне там есть с чем поспорить, но я не буду спорить с Сергеем Фараимовичем, попробую поспорить с профессором Верчем, или, вернее, сказать, что мне показалось важным, что мне показалось спорным. Прежде всего, действительно, этот подход, заявленный подход и сама идея нарративных шаблонов, конечно, вписывается в конструктивистский подход изучения истории, в представление о том, что наше представление об окружающем мире в целом и представление о прошлом и настоящем как общество в каком-то смысле конструируем. Сложность здесь состояла в том, что заключается в том, что историки, как правило, стараются работать с чем-то таким осязаемым. То есть, говоря о коллективной памяти или исторической памяти, мы пытаемся работать с памятниками, названиями улиц, праздниками, то есть, какие-то вещи, которые имеют четко очерченную начало и конец какая-то вещь. А когда мы говорим о нарративном шаблоне, то вот такой вещи очевидной нет, потому что приведенные профессором Верчем примеры «Град на холме» или «Изгнание чужеземного захватчика», наверное, можно сформулировать другими словами, потому что это тоже метафора «Град на холме», и за ней может быть, мы можем пытаться сформулировать как «американская исключительность» или как представление, то есть, уже использовать разные слова для определения того же самого шаблона, и вот эта подвижность и неуловимость уже создает некие проблемы для того, чтобы операционализировать это представление о нарративных шаблонах, как мы их классифицируем, как мы их перечислим в каком-то списке. Мы опять сталкиваемся с тем, что мы уходим к метафоре от содержания, хотя интуитивно понятно, что да, что-то такое есть, что-то вроде «Града на холме», безусловно, в американской политической и общественной риторике уже много веков повторяется. И повторяется в российской риторике, конечно, политическая идея изгнания чужеземного врага. Кстати, вот 70 с небольшим лет назад Джордж Кеннон написал в своей длинной телеграмме, а потом в статье «Истоки советского поведения» как раз о том самом и написал, что для того, чтобы понять, чего хочет сталинский Советский Союз, надо понять, что Россия на протяжении веков сталкивалась с чужеземными захватчиками, которых надо было изгнать. То есть, эта самая идея, но, что интересно, эта идея была сформулирована американцем, который описывал советское поведение, а не кем-то из России, не кем-то из Советского Союза, что тоже показательно. Потом уже была заимствована у Кеннона и российскими публицистами. Так вот, это первая проблема, с которой я сталкиваюсь в этой идее. Как этот нарративный шаблон определить? Есть ли какая-то операционализировать? Как классифицировать, составить, не знаю, список, какую-то базу данных этих шаблонов? Все это мне на самом деле до сих пор не очень понятно, хотя повторюсь, интуитивно, мне кажется, что это все очень важное направление исследований. Второе, уже прозвучало, я согласен с предыдущим выступающим, что шаблона явно больше, чем один и намного больше. В каждой культуре, в каждой национальной традиции таких нарративных шаблонов наверняка больше, чем один. В американском, кроме идеи града на холме, есть представление, мы можем сказать, что это какая-то составная часть града на холме, но она появилась позже, чем града на холме. Например, идея Америки как страны, борющиеся за свободу. То есть, во времена Уинтерпа про свободу не говорили, а вот свобода потом появилась и вошла в эту составную часть. Это, наверное, тоже важно, каждый каждый американец подумает. То есть, какие-то идеалы, которые постепенно добавлялись к этому первоначальному британскому представлению о свободе, они тоже продолжают существовать. И в российском дискурсе понятно, что наши нарративные шаблоны не исчерпываются и не сводятся к одному представлению об иностранном вторжении и необходимости им отбивать. Я не знаю, у западников и славянофилов были разные нарративные шаблоны. У каждой идейно-политической традиции есть свой набор этих самых нарративных шаблонов, которые, в общем-то, эволюционируют, которые сталкиваются, эволюционируют, возникают новые. Они действительно, вот я уже использую это слово, то есть я признал, что они существуют, но мне кажется, что их больше, и они, и, собственно, политическая жизнь в значительной степени состоит в том, что разные политические силы пытаются опереться на разные шаблоны нарративные для того, чтобы добиться мира Сергея Фремьевича во вступительном слове, там, оправдание, вторжение в Афганистан или в Чехословакию, это как раз попытка политическая, попытка опереться на вот этот шаблон. Но ведь и были попытки опереться на противоположные, на свободолюбие, на то, что и такие шаблоны тоже существуют. То есть политическая жизнь, она в значительной степени вот таким образом и конструируется, опираясь на, и международные отношения, в общем-то, в какой-то смысле также конструируются, но это немножко более сложная тема, потому что я считаю, что там российско-американские отношения в значительной степени это прежде всего внутриполитические проблемы двух стран, для которых другая страна используется как повод для внутриполитических каких-то решений. То есть для Соединенных Штатов Россия в очередной раз сейчас, да, и много раз раньше для России и Соединенных Штатов это тоже внутриполитическая проблема российская. Но это мы немного уйдем в сторону от нарративных шаблонов, хотя и там, и здесь есть нарративные, у нас есть шаблон, в общем-то, описание Америки. Это тоже своего рода нарративные шаблоны. Не только самих себя, но и нарративный шаблон, что такое США, что такое Америка. И он тоже не единый, потому что для россиян Америка это и страна свободы, демократии, хорошего политического устройства, и угроза, и, в общем-то, вот есть целый набор шаблонов, и они актуализируются каждый раз какими-то разными политическими силами. Как и для Соединенных Штатов, в общем-то, образ России как союзника в истории периодически актуализируется, и периодически актуализируется угроза. И вот, опять, я свел до совсем уже простых примеров, простых шаблонов. На самом деле, их больше, и они более детализированы. Вот это, наверное, основные мои вопросы, основной мой спор с идеей нарративного шаблона. В целом же, я повторюсь, если нам удастся это операционализировать, то это будет, мне кажется, очень интересным дополнением к тому, как мы, историки, работаем с коллективной памятью, с исторической памятью. Добавим, наверное, попробовать добавить к тому, что мы уже исследуем вот эти нарративные шаблоны, будет интересно. Но мне немного страшно, как это сделать. Спасибо. Сейчас мы предоставим слово Ольге Юрьевне Малиновой, доктору философских наук, профессору высшей школы экономики, которая специализируется как раз в политических аспектах памяти. И вот, собственно говоря, это ее тема, так что будет интересно послушать. Спасибо. Я хотела поблагодарить за эту возможность, за возможность познакомиться с профессором Верчем, с работами которого я давно и хорошо знакома. И я прошу прощения за то, что я не смогла присутствовать на начале нашей дискуссии, но я надеюсь, что знание текстов немножко мне поможет участвовать в этой дискуссии. Но начать я, наверное, хотела с того, что немножко защитить профессора Верча против возражений коллег. Если я правильно понимаю суть идеи, то то, о чем говорил Иван Иванович, это не нарративные шаблоны, это, собственно, нарративы. А идея профессора Верча идет немножко дальше этого. И я, в общем-то, с ней весьма солидарна. Другое дело, что замысел этот довольно трудно реализовать, и всегда, как бы мы не пытались его реализовывать, это будет сопряжено с определенными недостатками, и нас будут критиковать. Идея, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы уйти в исследованиях памяти от бесконечного описания, перебирания разных нарративов, а вот такой есть нарратив, а вот сякой есть нарратив, вот смотрите, снова воспроизводят этот нарратив, найти какой-то инструмент обобщения, генерализации, который позволит нам видеть какие-то общие вещи. И подход, который лежит в основе этого обобщения, это структуралистский нарративный анализ, к хорни, которого там можно видеть в анализе волшебной сказки Владимира Пропа, ну и на самом деле многих других вещей, которые были в 20 веке. То есть идея заключается в том, что в истории, нарратив, это не просто история, это история, которая имеет структуру. А если история имеет структуру, то мы можем попробовать выявить эту структуру, и мы можем попробовать обобщить на основе этой структуры. То есть в основе концепции нарративного шаблона лежит вот этот подход, который не просто перебирает, а вот есть такая история, а вот есть другая история, а пытается разобрать эти истории по элементам и классифицировать. Ну вот у Владимира Пропа совершенно волшебные, изумительные вещи получили за счет того, что он попробовал классифицировать по функциям, которые выполняют герои волшебных сказок. Соответственно, то, что профессор Уэрт представил в своей книге в некоторых статьях, это попытка выделить нарративные шаблоны, которые воспроизводятся в рассказах о разных исторических событиях. Ведь вот в книжке, где речь идет об анализе учебников, показано, что совершенно разные эпизоды российской истории рассказываются по этому нарративу. Проблема заключается в том, что нарративы очень многообразны, и их эмпирическое возникновение в конкретных ситуациях очень многообразно. И, коль скоро мы движемся снизу вверх, движемся индуктивным путем, мы можем выявить определенный нарратив, мы можем на каких-то примерах его экземплифицировать, показать, как он проявляет себя. А, к сожалению, это очень уязвимая база для более широких утверждений. То есть проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся устанавливать причинно-следственные связи, основываясь на тех закономерностях, которые мы выявляем с помощью нарративного шаблона. И здесь возникают разные опасности, опасности, которые, в общем-то, в истории социальных наук уже многократно проходились. В частности, Иван Иванович очень верно вспомнил теорию национального характера, которыми американские антропологи и political scientists увлекались как раз в 40-х-50-х годах. В общем-то, ключевая претензия к этим теориям была связана именно с тем, что они были слишком плоскими, как сказали бы марксисты, метафизическими, недостаточно диалектическими. И, соответственно, достаточно легко в 60-х годах Халман, Тверба и другие разбили эти теории с помощью концепции политической культуры, которая по определению встраивала в себя вот эту полифонию, представление о том, что политическая культура состоит из разных как бы субкультур, и задачи исследователя не выявлять какой-то один паттерн, а смотреть, как паттерны переплетаются в конкретном контексте. Мне кажется, что, в принципе, идея нарративного шамблона нисколько не противоречит такому подходу. Просто это дело достаточно трудоемкое, для того, чтобы оно получилось, нужно, чтобы ни один исследователь включился в процесс исследования. Нужно это делать на разных материалах. Но, да, я, в общем-то, принципиально согласна с установкой по поводу того, что нужно иметь как бы принципиальное стремление к тому, чтобы увидеть множественность нарративов. Но, кстати, ведь в работах профессора Вердша ничто этому не противоречит. Он ведь прямо пишет о том, что у сообщества больше, чем один нарратив, нарративный шаблон, прошу прощения, а один и тот же нарративный шаблон мы можем увидеть в рассказе о Перл-Харборде и о нападении гитлеровской Германии вероломным на Советский Союз. То есть это очень похожая история. Нет никакого табу на то, чтобы разные культуры воспроизводили одинаковые шаблоны. В общем, мне представляется, что это очень интересная и пролготворная методологическая инновация, с которой надо продолжать работать. Но в то же время она, конечно, показывает и принципиальная уязвимость вообще любых попыток генерализации в таком многообразном поле, как память. Я хотела бы еще несколько вопросов поднять и задать их профессору Верчу. Первый вопрос мой связан с тем, как в вашем понимании соотносится понятие нарративного шаблона и мифа. Дело в том, что концепт мифа, конечно, тоже имеет богатую историю исследований и продуктивные методологические наработки. И, в частности, исследователи нации и национализма, которые много работали с мифами, разработали целые типологии мифов. И эти типологии во многом построены по тому же структуралистскому принципу. То есть, когда мы говорим миф о золотом веке, мы можем разложить его как нарративный шаблон. Коль скоро эти типологии существуют, нельзя ли их использовать в качестве отправной точки для того, чтобы работать с разными нарративными шаблонами. Ведь ключевая претензия, которая может быть к тезису о том, какой доминирующий шаблон, она заключается в том, что если мы работаем с разными текстами, имея в качестве инструмента анализа одну конструкцию, то мы и будем видеть ее конструкцию. То есть, мы, условно говоря, читая тексты, будем видеть то, что отвечает этой конструкции. И, очевидным образом, дело пойдет веселее, если иметь в запасе целый инструментарий разных шаблонов и искать их, смотреть на то, как в разных текстах... Ну, нельзя ли в этом смысле типологии мифов, которые в литературе по национализму разработаны, использовать как отправную точку для анализа нарративных шаблонов, с которыми работает память. Мне кажется, это предположение очень правдоподобным. Второй момент, который я хотела бы в порядке развития дискуссии отметить. Я политолог, я занимаюсь политикой памяти, и она меня интересует как взаимодействие разных мнемонических акторов, которые продвигают разные нарративы. Причем происходит это, конечно же, в поле, где есть отношения власти и доминирования. И в этом смысле очень интересно изучать, каким образом то, что разные мнемонические акторы продвигают, разные элиты продвигают. В некоторых случаях дает культурный резонанс, а в некоторых случаях не дает. И вот мне кажется, довольно интересно посмотреть, как это происходит. В данном случае ваш инструмент нарративного шаблона может быть такой гипотезой. Мы не знаем так это или не так, но есть большая вероятность, что это один из принципов, по которому может возникать этот символический резонанс. Следующий момент, который имеет очень большое значение, это то, как происходит распространение этих нарративов, как происходит коммуникация. И в этом смысле мне тоже очень понравилась ваша идея относительно сообществ текстов, и вот эта штука, которую вы вытащили из литературы по медиавистике про сообщество текстов, которое на библейском материале, и нельзя ли посмотреть на современные исторические дискурсы сквозь призму этих сообществ текстов. Тоже, мне кажется, очень продуктивная идея. В общем, я должна сказать, что я с большим интересом читала работы профессора Верчи, хотя я солидаризируюсь с критическими аргументами, в частности, в адрес слишком большой абсолютизации одного культурного шаблона, но мне кажется, что это действительно непростое дело поиски инструментов, которые позволяют нам видеть общее в таком разнообразном, а видеть общее необходимо для того, чтобы понимать процесс, понимать, как он происходит. Это очень сложно, но мне кажется, что по-настоящему мужественные ученые попускаются в такое сложное плавание. Так что снимаю шляпу. вопрос. Профессор Верч, вы хотите ответить вашим критикам? Будете отвечать? Верчу прощения, но не верно по-английски, потому что я просто не могу Первое, все, 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 которые умерли комментарии. Есть много Продолжение следует... But it means that different disciplines count different forms of evidence as relevant to what they do. And so that's a question we should not resolve, we should not collapse, but nonetheless recognize that different forms of evidence have different weights in the different disciplines. In general, I think historians should aspire not to have templates. That's your job. But on the other hand, I would note there are two books coming out this year and next in the U.S. on the City on a Hill sermon, because it does provide a back story. There's a history of the myth, and I think myth is a relevant approach here for this. But basically, I could go into detailed comments, but I'm learning a lot here, so I'd be very happy to have other comments or disagreements and for me to go on in my seminar, my own seminar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Komatsu. Thank you. Well, what did you say? Yep. Then you know people, what, what? Well, you're jealous. And it is wrong. Because you had a question, you had a question, besides you. В вашем понимании словосочетание «град на холме» и как это связано с атомной бомбардировкой. Вот с моей точки зрения, когда я читаю, заставить японцев сдаться, уменьшить человеческие потери и без всякого риска и санкции, что называется, это чистый и здравый смысл. Не требуется для этого обосновывать стремление сдаться, уменьшить потери и ускорить какими-то высшими идеями. Когда я посетил Вашингтон музеум, я искал элементы американской понимания, и я увидел, что в большинстве музеума, этот атом был описан очень неутравно и очень быстро. It was dot, without any comments. So it's very interesting on just your actual American vision of what does it mean, city on the hill. Why this idea can be connected with absolutely normal general sense to stop the war, to save American lives. Why you need so complicated explanation for very, very understandable solution, for example. What does it mean exactly, city on the hill, and how it can be connected with bombing? It's a good question, because it's a complicated example from my theory. I agree. But the main thing is, what the city on the hill does is provide a background where we have what I call the kind of logic that said it didn't happen that way because it could not happen that way. So it's far in the background, the reasoning. But let me give you another example. If people ask, in America you have slavery, you have discrimination against black people, you still have discrimination. The answer to that, because of the city on the hill, is yes, we have discrimination, we've had it, but it just shows that we are a city on the hill because we constantly fight it. We had the civil rights, we had the civil war, we had civil rights. So every time somebody comes with a criticism of how we are not living up to our standard, the city on the hill provides a logic that we don't recognize we're using, but we automatically use. So civil rights struggle just goes to show we are still a city on the hill, we're still getting to the city on the hill. Today's discrimination, we're still working on. So it makes us almost impervious. We cannot hear counter-arguments in a lot of ways, I think, because of that shablon. That we are so good, that we cannot use it for a bad purpose of Stalin's purpose. Because a Russian colleague said that you wanted Stalin's purpose of these bombs. He said that we cannot do this, because we are friendly, we are a city on the hill. This was the idea in this case, why in Hirosina is used to be a city on the hill. Why in Hirosina is used to be a city on the hill, it is a city on the hill. So he said that the goal was to be just to be победing the war. But the Russian colleague said that, no, you wanted to kill Stalin's purpose. He said that we are in the hill, we are like, we cannot do such a bad thing. We are killed by the people in the hill, rather than to kill Stalin's purpose. We just killed them for the sake of the war. So this was the idea of the nature. Продолжение следует... 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 Вы знаете, вот мне кажется, что мы столкнулись сегодня с очень интересным явлением. Это называется нарративные шаблоны в обществоведении. Вот мне кажется, что все присутствующие, начиная с профессора Бёрча, продемонстрировали очень яркий нарративный шаблон. Это то, что применение коллективных, общих, национальных и прочих прилагательных к таким явлениям, как память, сознание и мышление, это есть типичный нарративный шаблон. То есть вы приписываете сугубо индивидуальным личностным вещам, приписываете какие-то обобщения, которые вам удобны при вашей научном описании тех или других общественных явлений. То, что вы, это удобно описать с помощью шаблонов, общепринятые какие-то вещи, пропаганду, политику, там я не знаю, что еще, что связано с обществом, вы распространяете с помощью профессора Бёрча на отдельного человека. Вот отдельного человека нет никаких, или наоборот, тогда я скажу, или спрошу даже, скажите, пожалуйста, а вот, по-моему, Екатерина говорила, да, о том, что могут быть разные сообщества, каждая со своим шаблоном, правильно я вас понял? Например, в той же Америке могут быть индейцы, могут быть афроамериканцы, могут быть иммигранты из определенной там этнического или там религиозного происхождения, а может быть вот эта вся большая американская так называемая нация. А вот я говорю, а где предел этого дробления? Вот с моей точки зрения, есть только одна единица, обладающая этим вашим нарративным шабломом. Это человек. Один человек, да, все остальное, это уже некий пазл, слагаемый, складываемый из самых разных пересечений и сочетаний. Понимаете? А мы, вот очень сложное явление, что происходит в сознании, в том числе историческом сознании, то есть понимание и прочувствование человеком того, что было в прошлом с его предками, с другими людьми, с ним самим, это очень сложный процесс, не только нейрофизиологический, это процесс и более сложный. Но это процесс. А мы хотим вот эти самые сложные индивидуальные процессы впихнуть в какую-то очень удобную для описания. Я понимаю, что это правда удобно в любой науке. По-моему, вы, Ольга, говорили, да, про стандартизацию, про обобщение, про эти средние по больнице. Вот это очень удобно для описания, но это не помогает нам понять, что происходит на самом деле в сознании людей. Вот мне кажется, что такая критика со стороны индивидуальной памяти, о которой начинал, говорит Сергей, она совершенно необходима. Не в том смысле, что я хочу вас, так сказать, унизить, а в том смысле, что критика должна быть глубже в основании самого подхода, если я правильно его понял. Валентин Михайлович, очень правильная критика с позиции Робинзона Круза. Вот у Робинзона Круза, если бы он на этот остров, ну я даже не знаю, наверное, не у Робинзона Круза, у Маугли, который в очень нежном возрасте оказался изолирован от общества. Вот у них, наверное, было бы что-то подобное вашему. Дело в том, что человек – существо общественное, поэтому все наши представления, темпоральные о прошлом, настоящем, будущем, они опосредованы теми нарративами, в которых мы участвуем. И, ну, может быть, что-то немножко и не совсем вы услышали, или мы не очень четко сказали. Мне кажется, что все мы говорили о том, что, конечно, нарративов много. Каждый из нас погружен в уникальную комбинацию нарративов. Уникальную, потому что мы участвуем в разных дискурсах. Вот вы правильно сказали, что это все происходит на разных уровнях. Это происходит на уровне семьи, это происходит на уровне друзей, это происходит на уровне трудового коллектива, но там бог его знает как. Это происходит на уровне книг, которые вы читаете, фильмов, которые вы смотрите. И уже только потом подключаются политики, у которых, на самом деле, то лишь преимущество, что они распоряжаются ресурсами, у них есть власть распоряжаться ресурсами, и в этом смысле у них немножко уникальное положение. Так что, действительно, это процесс, и этот процесс очень сложный. В этом я с вами полностью соглашусь. А вот с чем не соглашусь, так это с тем, что это процесс, который происходит с индивидом. Это процесс, в котором разные люди и разные группы людей участвуют друг с другом. Кроме того, в современных обществах этот процесс культурно-медиатизирован, то есть посредниками этой коммуникации являются культурные артефакты. Ну и медиа информационные, но не только. Это же художественные образы играют колоссальную роль в воспроизводстве этих смыслов. Я с вами соглашусь, мы всегда на стороне рассказчика человека, особенно когда речь идет о свидетельствах. И в этом смысле услышать и придать статус подкрепляющего исторические документы человеческого свидетельства, это, вообще-то говоря, наша исследовательская обязанность. Но мы прекрасно понимаем, что, будучи свидетелями определенных очень важных событий в нашей истории, которые мы сами-то и разделяли, мы понимаем всю последующую воспроизводимую, нарративную и дальнейшую шаблонируемую форму рассказа. И в итоге время, которое отстоит, время, которое разделяет погруженность в события, время рассказа номер один, время рассказа N+, который за протяжение 20-30 лет человек, возможно, воспроизводил, мы понимаем, что эта форма рассказа уже не равна тому переживанию, потому что это следы обработки общества. И особенно это хорошо видно, когда шаблоны сталкиваются, а почему они сталкиваются? Потому что контексты меняются. Я приведу пример, исследовательский пример из практики Луца Нитхаммера, известного немецкого устного историка, работавшего еще и с Полом Томпсоном, который собирал нарративы соотечественников, немцев, но тех, которые принадлежат к западной части Германии и восточной части Германии. И те, и другие были свидетелями окончания войны. Но у одних затем была жизнь и судьба в социалистической Германии, и, соответственно, они прошли вот эту всю идеологическую обработку, и поэтому их первичный нарратив переживаний пережил определенную, скажем так, перелицовку. И как это выглядит? Эта амбивалентность этих переживаний приблизительно может быть сформулирована. И вот в город ворвались полчища друзей, потому что освобождали советские войска, с которыми мы сейчас дружим. Но первичная это все-таки нарративно узнаваемая часть – ворвались захватчики, но друзья. Поэтому, конечно, индивидуальное переживание – это очень важный пласт социального опыта, которому, вообще-то говоря, по большому счету и пробиться-то сложно. Но наша задача, в общем, создать такие условия исследовательского поля, в котором человек мог бы чувствовать себя свободен от всех шаблонирующих, идеологических, в общем-то говоря, давлений, пут, которые заставляют проговаривать это в рамках определенного дискурса. Это очень сложно. И на самом деле здесь много всяких техник, которые связаны с тем, что мы выравниваем и позиции, мы не манипулируем, не инструментализируем это ради того, чтобы, да, потому что это ценность человеческого свидетельства самого по себе. Но, тем не менее, исследовательские очень важно, очевидно, я тоже размышляю над тем, в какой ситуации мы могли бы задокументировать разнообразие этих шаблонов. И, очевидно, в той ситуации, когда эти шаблоны сталкиваются, разрушаются границы, и на вот этом межпограничье есть осколки и того, и другого. Например, у меня был забавный опыт изучения подобных осколков в той ситуации, когда я увидела в интернете в связи с конкурсом концепции «Национальная идея» порядка 400, это очень большой массив. И, соответственно, все те, кто вовлеклись в эту интереснейшую задачу поучаствовать краудсорсингом на тему национальной идеи, они как раз и формулировали очень интересные нарративы, связанные с образом нации, образом страны, пониманием того, что для меня ценно в этом образе. И вот структуралистски выстроенный анализ, который дробит этот нарратив на определенные сегменты и вытаскивает из этого событийное ядро и моралите коду, так называемый, потому что мало того, что событие предъявлено, надо же еще понять, как оно переработано и как к нему отнесся человек. И вот в этой ситуации, ну там не десятка, не двух, а четырехсот, в общем-то говоря, небольших текстов, можно было вытащить это ядро разнообразного нарратива, вернее шаблона, если быть точными. И здесь тоже, в общем-то говоря, та же, близкая нам российскому уху, идея преодоления, изменения, виктимизации в смысле на алтарь Отечества, готовность принести свою жизнь, но при этом готовность как бы уйти под сень патерналистской власти. Государство – это наше всё. И другое еще наше всё, другой нарративный шаблон – это семья и дети. И плюс еще к этому квазирелигиозный, ортодоксальный, плюс язычество, комплекс идей, связанных с верой в потусторонние и верой в сакральные силы. Вот как бы некий набор вот этих вот нарративных шаблонов, которые можно было вытащить по отношению ко всей выборке, и который для меня, в общем-то, на этом материале показал, что одного-то шаблона мало, понятно, что он будет инструментализирован для цели теми, кто осуществляет диалог с высоты птичьего полета. Мы как-то сфокусировались на тех нарративных шаблонах, которые представляют нас в позитивном свете. Но на самом деле у групп ведь есть и шаблоны такие самоиронии, и они тоже довольно важную роль играют. Ну вот, например, я бы напомнила вам такой нарратив, который удачно сформулировал Черномырдин. Хотели как лучше, получилось как всегда. Ведь мы же очень часто используем этот шаблон для описания собственного опыта. Мы как бы, ну, это тоже очень важный элемент. То есть, вообще-то говоря, их много. В этом смысле, может быть, национальные типологии мифов не помогут, потому что они как раз сосредоточены на мифах, которые нас представляют позитивно. Но есть еще и самоирония. Ну, в принципе, насколько я понял из того, что прозвучало, у нас столкнулись два менталитета, российский и американский. У нас свои шаблоны как бы уже исторически созданы. Наши историки доказывают, что вот действительно вот та бомбежка, которая была в Японии, ну, это не обязательно было, потому что японцы уже сдавались, все уже понимали, что война проиграна. И те исторические последствия, которые после этого были, ведь это и потомки, и так далее, и так далее. То есть, очень много последствий было вот этих бомбежек. Поэтому, чего сказать, ну, по нашему менталитету мы считаем, что все-таки Америка старалась запугать Сталина, что у нее атомная бомба. Это было чисто политическое такое решение. Это вот в соответствии с мнением наших историков, нашими шаблонами, которые создавались в то время и в советский период, ну, в 70 лет, нам это создавались такие шаблоны. Поэтому здесь можно поспорить, но американцу другой менталитет. Мы просто всего не знаем, поэтому довольно сложно рассуждать, потому что у нас два разных менталитета народа, два разных исторические, как бы, трактовки тех событий, которые были, того, что мы пережили, что пережили американцы. Ну, поэтому здесь, если мы хотим к какому-то общему стандарту прийти, то это довольно долгий период, потому что надо изменять менталитет, чтобы у нас был менталитет, как и у американцев. Тогда мы поймем один другого. А так на уровне подсознания довольно сложно понять, потому что на уровне подсознания мы живем теми стандартами, которые нам были привлечены вот за эти 70 лет, к которым мы привыкли, поэтому мы можем соглашаться с этим. Нет, но на уровне подсознания мы все-таки стремимся к тем стандартам, которые нам навязали. Поэтому я думаю, что и это тоже надо учитывать, и мнение американцев, и те стандарты, которые есть. Ну, надо какое-то время, надо, чтобы наша наука тоже какие-то публикации, статьи были в СМИ, это сообщалось, чтобы мы могли как-то привыкнуть. Но он стандартным, потому что сразу привыкнуть этому довольно сложно. Спасибо. Вы, кстати, абсолютно сориентировались с профессором Верчин, который, собственно говоря, об этом в своем выступлении и рассказывал сегодня. Ну что, я хочу вас поблагодарить за то, за то, что в такую холодную погоду, в этот снег вы пришли. Я боялся, что вообще сегодня никого не будет. И спасибо, конечно, нашим выступающим, которые пришли. Спасибо профессору Верчу, который из Америки специально приехал, чтобы выступить здесь. Мне кажется, получилось интересное обсуждение. И эта тема, мы ее продолжим, наверное, на страницах нашего журнала, с того, что опубликуем, наверное, выступление профессора Верча. И, может быть, вы опять ваши комментарии напишите, сделаем такую публикацию. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ